Можно восстановить. В этом году в Сургуте определят подрядчика, который возьмется за проектирование станции юных натуралистов. Вывод о том, что при определенных условиях эксплуатация долгостроя на университетской улице будет безопасной, сделано в ходе одной из ранее проведенных экспертиз. На этом основании принято решение подготовить современный проект станции ЮНАТОВ. Техзадание уже сформировано Департаментом образования. В 2020-м разыграют аукцион на разработку строительной документации. Уже в следующем году она должна быть готова. После этого на завершение долгостроя начнут искать деньги. Вопрос находится на контроле у депутатов. До 30 марта в парламенте ждут от администрации подробную дорожную карту. Основная задача и функционал его будут станции юных натуралистов. Но здание очень большое. Может уже технологии позволят совмещать. Может и какой-то некий кванториум может быть. То есть не просто функционал станции юных натуралистов, зоопарк, а какие-то возможно научные вещи. Посмотрим при проектировании. В проекте предусматривается однозначно начинать с экспертизы имеющегося. При том, что нас сегодня заверили, что направление, что это будет эко-кванториум. То есть граница участка не меняется, направленность тоже не меняется. Сургутский городской рынок ждет преобразования. Правда, пока только юридическое. Изменится форма собственности. Сейчас предприятие носит статус городского муниципального унитарного. В связи с последними изменениями федерального законодательства, которые предусматривают для такой формы ряд ограничений, потребовалась смена наименования юридического лица. Контроль администрации Сургута за городским рынком и входящий в его структуру муниципальной гостиницей «Кедр» при этом полностью сохранится. Предлагается реорганизация в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. После преобразования в СМУ в городской рынок в общество с ограниченной ответственностью в городской рынок в муниципальное образование будет являться владельцем 100% в доле выставном капитале вновь созданного общества. Вновь созданное общество, соответственно, будет являться правоприемником в СМУ в городской рынок. В момент преобразования в общество с ограниченной ответственностью имеется возможность ненужное имущество изъять в казну, то есть оставить в муниципальной собственности. Вот это мы с вами не должны будем проконтролировать на этапе согласования условий приватизации.